Самая распространенная статья административных нарушений среди водителей – 130-я езда в нетрезвом виде. Сотрудники патрульной полиции уверены, чем больше будет проводиться разъяснительных работ, тем меньше будут нарушать. И начинать нужно с самых молодых водителей-студентов. Лекцию, посвященную соблюдению правил дорожной безопасности, провели для первокурсников Международного гуманитарного университета. На образовательном мероприятии побывала Кристина Черновалова. Количество аварий, вызванных в вождении в нетрезвом состоянии, растет. Так, только в ночь с 22 на 23 сентября сотрудники патрульной полиции зафиксировали 15 административных правонарушений в нашем городе. С начала года произошло 105 ДТП по вине нетрезвых водителей. А это в два раза больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года. В полиции отмечают, в большинстве случаев за руль в нетрезвом состоянии садятся именно опытные водители и только 10-15% от общего количества молодежь. Это связано с тем, что бывалые водители самоуверенно полагаются на свои умения и безответственно относятся к правилам. Если брать последние недели, то такие факты, как, например, ночь с второго на середину, 15 фактов керувания транспортом в нетрезвом состоянии. В целом, если брать дорожные транспортные пригоды, то с начала года 105 ДТП по вине нетрезвых водителей, в результате которых 32 люди отримали травмы разного ступени важности. Патрульная полиция активно сотрудничает с Одесскими высшими учебными заведениями, в частности с Международным гуманитарным университетом, где специалисты систематически проводят лекции на различные темы – от правил дорожного движения до буллинга. Руководство ВУЗа заботится о безопасности студентов вне стен учебного заведения. Три года назад по инициативе нашего президента, академика Сергея Васильевича Гивалова, в стенах Международного гуманитарного университета была открыта уникальная образовательная программа «Правоохранительная деятельность». И, естественно, сразу же возник вопрос о поиске надежных партнеров, стейкхолдеров, которые будут участвовать в образовательном процессе, давать нам рекомендации. Главная тема сегодняшней лекции – 130-я статья Административного кодекса Украины. Езда в нетрезвом состоянии. Инспекторы патрульной полиции отмечают, что у молодежи, которой только исполнилось 18 лет, крайне необходимо знать не только правила дорожного движения, но и наказание за их нарушения. Чем ответственнее они будут относиться к основам основ, тем безопаснее будет окружающим. Они считают, что это добавляет им pewной крутизны, и мы пытаемся доказать, что этот период времени в их жизни, он очень важный, как для сохранения своего жизни, так и для жизни других людей. На лекцию к студентам сотрудники патрульной полиции пришли не с пустыми руками, а принесли с собой пьяные очки, которые создают особый оптический эффект и позволяют посмотреть на мир глазами изрядно выпившего человека. Юношам и девушкам предлагают пройтись и протестировать спецсредства. Юношам и девушкам, как и девушкам, как и девушкам, как и девушкам, как и девушкам, но потом ты привыкаешь к этому. То есть первое, мы идем по прямой линии, оно еще чуть-чуть сложно, потом дальше волнистая линия, вот это самое сложное, а кончиками пальцев по этим крючкам попадать вообще не сложно. Такое чувство, будто ты идешь по линии, но у тебя все в голове кружится, и ты вроде идешь ревно, но тебя шатают в разные стороны. Напомню, в нашей стране штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием запрещенных препаратов повысили. Так, первое нарушение будет стоить 17 тысяч гривен с лишением права управлять автомобилем на один год. Рецидив в течение года запрета обойдется в 34 тысячи гривен с лишением права управления на три года, возвращением прав за установленную законом денежную плату.